Так, ребятки, всем здорово! Меня зовут Максим, добро жаловаться на канал и так далее. Короче, я сегодня ввел стрим во время профилактики, а перед этим встал еще типа в 6.30 по Москве, чтобы заобузить ой, лишний билетик с ивента, поэтому я сейчас все это сделаю и лягу спать. Это давайте быстро, быстро, без всякой фигни. Короче, для начала, возвращение в гробницу. Третий за последние полгода, по-моему, уже этот ивент с какими-то там древними пиратами. Короче, от 7.6 и выше на часик, временная зона, заходите за недорого, 100 косариков, набиваете мобчиков, через 10 минут появляется НПС и можно призвать РБ. Убиваете РБ, мобы пропадают. Можно поговорить с НПС, и до конца зоны мобы появятся в обратку, можно выйти сразу после этого. Среди мобчиков есть вот такой Шустрила, значит, да, полотер. Вот, убиваете его, он призывает на свое место такого же, но со знаком вопроса. Убиваете второго, из него вылетает бафчик на восстановление маны. Сдаете задание, убивая здесь 200 монстров. Получаете печеньки Орео. Печеньки Орео можно обменивать на вот такие вот универсальные доспехи, которые можно использовать вместо любого итема в заполнении коллекции. Да, нужна вам там какая-нибудь, я не знаю, рубашка величия на плюс 5 заточенная. Затачиваете вот такую, да, на универсальная ранга А плюс 5. Можно вместо любой Ашной плюс пятой вещи засунуть. То же самое с пушками. Хорошо. Вот, кроме того, из самого РБ у нас еще падают латные сапоги, и ими можно заполнить. Офигеть, какие важные коллекции. Вот. Кроме того, кроме того, вот еще список тех коллекций, которые, которыми можно будет пользоваться. Вот, печеньки Орео используются у нас для чего? Печеньки Орео используются у нас, кроме того, еще для древних вот таких вот припасов. Из древних припасов гарантированно получаете печеньку, ну, скорее всего, она временная, поэтому сразу кушайте. Вот. Кроме того, еще вот такая вот руда. Вот. Стоит оно того, я хз. По-моему, нет. Все херня. Оно временное. Руда духов немножко стоит. Да, сколько здесь получается? Здесь получается каждый из них по 500. Это 25 тысяч, а вы за обмен 30 платите. Поэтому хз. Просто слить адены в никуда. Коллекции вот эти вот всякие. Такое. Не особо интересно. Вот. В общем, с пиратами разобрались. Дальше. Древние припасы. Древние припасы. Не совсем понятно вообще, как это все дело работает, потому что здесь написано, что с каждой такой коробки идет 2400. А в лаунчере фигеймовском, когда заходим в магазин и ищем тот же самый товар, почему-то написано, что оно вот за 299 монеток, да, давайте я вам даже экран, наверное, покажу. Вот такой вот экран за 299. Тут написано монет LX2 по 400. Кому верить, верьте мне. А что я говорю? А я говорю, что не знаю. Вот. Поэтому хрен его знает. Но по факту, если по 299 продавать, да, и с каждой по 2400, то это то же самое, что покупать коробки L8K. То есть на 1000 рублей тоже 8000 получится. Вот. Но тут еще, кроме всего прочего, вылетают древние оденки по 300, да, и какая-то вот такая вот еще расходочка. Прикольно, прикольно. Смысл какой-то имеет огромный, как по мне, нет. И можно покупать L8K, но закидывать их на рынок и получать вместо вот этой вот херни лишние 500 монет, что в принципе, ну, неплохо. Хорошо, хорошо. Вот. Ну, типа, напишите в комментарии, какой смысл в этой коробке. Который я не заметил почему-то. Дальше, ребятки. Штурм башни, глава 6, финал. Вот. Соответственно, шестая неделя до этого штурма башни. На шестой неделе уже нигде ничего не падает. Никакие задания выполнять нельзя. Можно было только сегодня перед профилактикой после 6.30 по МСК выполнить еще и получить лишний значок хранителя. Не получили, правильно сделали, потому что я вот получил, но пришлось не спать. Ну, точнее, поспал типа 3 часа, а потом еще работа. И так далее. Вот. В общем, обменивайте все, что еще не обменяли. Лично я советую билеты обменивать на ларцы 3 уровня. В следующей серии развития бездонатной Ешки вы увидите, что я себе наварил. Вообще, да, за бесплатно. Вот. Вот эту вот руду все еще можно обменять. И так далее. Вот. Между прочим, на хорошие вот эти вот штуки. Из них я тоже себе кое-что сделал на бездонатную Ешку. Ну, все, видите, в выпуске. В общем, все, закончилась у нас башня. Я думал, в шестой главе тоже что-нибудь побиваем, но нет, в шестой можно только обменивать, ничего выбивать уже нельзя. И дальше у нас новые лутбоксики, сокровища Герана. Как обычно, за 9500 можно взять сотку, либо взять по сотке типа за один сундук. Берете за сотку, получаете лишних пять сундуков, да, экономия. И еще соточку покровительства инхасад. Хорошо, хорошо. Падает нам оттуда, кроме всего прочего, пятые ларцы. Пятые ларцы это профит, но для того, чтобы забуститься. Но пятые ларцы сейчас будут на рынке, получается, вот эти вот. И с рынка их забирать гораздо интереснее, если вам из всего великолепия и разнообразия нужны только они и больше ничто для вас не обладает сильно уж большой ценностью. Вот. Падают исашники, которых сейчас просто жопой жуй. Падает кращий порошок, которого тоже жопой жуй. Заточки туда же. Вот падают сундуки с поясом дракона и талисмана Евы. Буквально то же самое, что падало в предыдущих двух ивентах. Таких же. И что это у меня уже даже на бездонатном ЕЕшке есть. Что это у меня тоже есть. И все хорошо. Но в принципе у нас сейчас идет вот этот ежедневный, ежедневное поощрение за заход в игру и нахождение в ней полчаса. И там будут заточки на пояса, вот эти благословенные. Да, блес. И можно сделать себе какой-нибудь, допустим, пятый, а потом еще две точки таких их в него закинуть. Они безопасны и сделать себя нормально, вкусно. Вот. Дальше у нас обмен арфен на АК и АК на арфен. Все, что нужно, это соответствующие куклы и четыре тысячи алмонет. Как по мне, бредятина полная. Первые куклы, это в принципе бредятина полная. Разве что в коллекцию можно закидывать либо закина для вампирика, если прям сильно вперло. В ином случае берите готовую плюс вторую. Гораздо дешевле, гораздо вкуснее, эффективнее. С первыми ходят только непонятные всякие люди, не совсем адекватные. Такой вот сегодня коротенький обзор всех акций, но мы еще на стриме сегодня тоже все это дело разобрали. Огромное спасибо за внимание, совсем скоро увидимся. Я пошел в душ, потому что весь взмок здесь сидеть три часа на профработах. Как будто на завод сходил, да, представляете. Вот, пойду в душ, а потом спать улягусь. Все, всем пока.